Разминка, тренировка, отработка ударов. Спортсмены готовятся к турниру. Это первые соревнования по мини-футболу и пархиальной футбольной лиги среди команд всех благочиней на переходящий кубок Выборгской епархии. Открыл соревнование Алексей Игонин, экс-капитан футбольного клуба «Зенит». Этот день сегодня, как мне кажется, начало чего-то очень большого и хорошего. Я уже смотрю пример той команды, которая была организована три года назад в городе Санкт-Петербурге. И говорилось всегда о том, что существует же всероссийский турнир в Москве, на который приезжают с различных регионов команды. Вот в таком большом субъекте Российской Федерации, как Ленинградская область, нет команды. На сегодняшний день мы можем говорить о том, что вот это уже первая ласточка. И я думаю, что сборная, конечно, будет сформирована. Здесь участвуют шесть команд. Всеволожского, Выборгского, Приозерского, Рощинского и Токсковского районов. Почетным гостем турнира стала команда администрации Сертового. Она предоставила свой стадион в качестве площадки соревнования. Организатором выступил отдел по делам молодежи Выборгской епархии. Я хочу сказать, что график священника очень сложный, но не хватает наших вот таких небогослужебных встреч. И благодаря этому все согласились. Благодаря тому, что есть возможность встретиться в хорошей, спортивной, веселой обстановке. И не только мы сами не наберем команду, вот и чтобы за собой потянут молодежь, пригласили молодых ребят. Наших приходов. Игра в разгаре. Мероприятие нацелено не только на физическое развитие ребят, но и сближение молодежи со священниками, общение в неформальной обстановке, командную работу. Футбол – это прежде всего способ общения и оздоровления, не только духовенства или конкретно православной молодежи. Мне думается, это способ общения просто людей, любящих жизнь и занимающих активную жизненную позицию. Спорт в любом его проявлении – это всегда неравнодушное отношение человека к жизни. Это всегда способность в свободное время не просто излить в реку небытия, а приобретая спортивные достижения, мы приобретаем волю, характер, стремление в победе. И, конечно же, это уже формирует отношение к своих обязанностям, к работе, вырабатывает определенные лидерские качества, которые так необходимы каждому священнику и человеку, который считает себя православным. Настроение праздничное, торжественное, потому что собрались ради любимого дела, ради игры в футбол. Игра в футбол – это не только спортивное состязание, это своего рода общение, своего рода возможность поделиться эмоциями, переживаниями, да и просто получше узнать друг друга. Играем, играем, молодцы, парни, продолжаем играть. Хорошо. Эмоции порой зашкаливали, но на площадке царило взаимоуважение и поддержка. Настоящая командная работа. Футболе ничего легко не дается, то есть все дается длительными тренировками, командной игрой, усердной работой каждого игрока над самим собой, над своим мастерством и на улучшение командной игры. Организаторы говорят, что в будущем запланировано расширение масштаба. К участию в последующих турнирах приглашены Гатчинская и Тихвинская епархии, чтобы мероприятие охватывало всех жителей Ленинградской области.